Здравствуйте, друзья! 8 марта – чудесный праздник, но в Турции он отличается от того праздника, к которому привыкли все страны постсоветского пространства, где все от маленьких девочек до женщин в преклонном возрасте получают цветы, подарки и поздравления. В Турции же 8 марта не является красным днём календаря, сам женский праздник уступает по своей важности Дню Матери. Здесь этот праздник не ушел далеко от первопричин его возникновения. Спустя годы женщины все так же продолжают за что-то бороться. В этом году в Анталии перекрыли улицу от пляжа Кони-Алты, кстати говоря об этом пляже у нас есть видео на канале, до Актюр-парка в связи с ежегодным планируемым шествием, на котором женщины обращают внимание общества на свои проблемы от насилия в семье до травли представителей разных меньшинств. В руках женщин всех возрастов и национальностей находятся плакаты и баннеры, а также зонтики. О них мы поговорим чуть позже, так как с зонтиками связана одна не очень приятная история. Также из толпы звучат лозунги и все ради того, чтобы все общество обратило внимание на проблемы, с которыми женщины сталкиваются каждый день, дома и на работе, в метро и на улице. Последние годы главным цветом праздника становится не традиционный красный, а фиолетовый, который стал цветом борьбы с женщин Турции за свои права. Кстати говоря, фиолетовый или пурпурный, этот цвет знаменует собой справедливость и достоинство. Начало данного митинга было назначено на 5 часов после полудня. Шествие началось примерно через 30 минут после назначенного времени, так как его предвещала небольшая официальная часть и некоторые организационные моменты. Но когда шествие все же началось, оно сопровождалось лозунгами, приободреющими кричалками организаторов, свистками и патриотической музыкой, которая играла из специальной машины с граммофонами. Также в шествии участвовали автомобили, украшенные фиолетовыми флагами. Машины подавали звуковые сигналы в поддержку этого движения. И несмотря на то, что погода в Анталии 8 марта оставляла желать лучшего, так как небо было пасмурным и дул довольно сильный и прохладный ветер, но людей, пришедших на данное мероприятие, это не остановило, так как их было довольно много. Множество людей спустились по дороге вниз и взяли большие плакаты, на которых были написаны различные проблемы, о которых хотелось бы сообщить. Надписи на плакатах были различными. Некоторые сообщали о проблемах в семье, а некоторые обращали внимание на более глобальные проблемы, происходящие в мире, как, например, разные боевые действия, происходящие на планете. Об этом на плакатах было написано на нескольких языках. Мы удивились, когда увидели эти плакаты на русском, английском и украинском языках. Субтитры создавал DimaTorzok Само шествие длилось недолго, так как расстояние от пляжа Конья Улты до парка Актюр довольно небольшое. В парке людей, участвующих в митинге, ждала развлекательная программа. Также перед началом мероприятия всем желающим раздавались бесплатные презенты, а именно зонтики, лицевые медицинские маски и закатные круглые значки. И в связи с этим возникло пару неприятных ситуаций. На этих кадрах видно, как машина с открытой дверью останавливается около группы людей, и оттуда людям выдают лицевые маски пурпурного цвета по несколько штук в пачке. Раздав некоторое количество пачек с масками, машина ехала вперед и останавливалась у других групп людей. Примерно так же дела обстояли и со значками, но с раздачей бесплатных зонтиков дела обстояли иначе. Здесь мы видим, как большое количество людей обступили машину и их становилось все больше, что затрудняло проезд этой машины дальше, к другим людям. Давка, которая собралась вокруг данного автомобиля, это не самое неприятное, что могло произойти. Некоторые люди старались брать не по одному зонтику, а пытались вытащить сразу несколько зонтов из рук людей, выдающих эти зонтики. Кто-то, получая один зонтик, убирал его и снова пытался взять еще, сколько получится. За этим всем было неприятно наблюдать со стороны. В конце концов, не все люди, стоящие в очереди за зонтами, получали их из-за таких ситуаций. Впоследствии этого можно сейчас наблюдать. Группа людей увидели человека, прячущего большое количество зонтиков в мешок. Они подошли к ней и пытались поговорить, чтобы она отдала лишние зонтики тем, у кого зонтов нет. Но эта женщина была непреклонна. Она всеми способами говорила о том, что эти зонты ей нужнее, чем другим. Ее пытались образумить на протяжении всего подъема наверх, но в итоге ничего не удалось. Она так и ушла с пачкой зонтов, растворившись в толпе. Примерно так прошло это мероприятие, с его хорошими и не очень моментами. Надеюсь вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. До новых встреч, друзья!